Мир дома, Симу. С миром принимаю. Миром всех. Миром принимаю. Миром. 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 Молимся. Миром. 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 Как нам сегодня не хватает вот этой истинной сподвижницы молитвы. В общем, что сразу бунт, революция, митинг, так вот народ привык, а здесь между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот, доверие Богу, чего нам так хватает молитвы. И я вот даже, Игнарь Тихонович хочет ехать в ИГИЛ, я думаю, ну как-то ему дадут слушать его, ну мало вероятно, нереально. А потом он высказал свое желание, что я хочу там, на том месте молиться Богу. Вот, вера такая. А почему именно там, а не здесь, зачем ехать, можно же и здесь, Бог же вездесущий. А нет, вот, именно там, там, именно для этого ехать, чтобы именно там, на месте молиться, в ИГИЛ. Вот, ну что по этому стиху еще можно добавить. У кого какие вопросы, замечания есть? Если нету, то пойдем дальше. Ну, ну, да, еще на что обратить внимание, да, вот, об убийстве, да. Убить вроде не против, но главное, вот, чтобы вот, не в этот день, полкование нам говорит. Убить они не препятствовали, а препятствовали сделать это в такое время. А какое время там было? День опресноков, да, написано? Да. Что это за дни опресноков? Кто может нам напомнить и рассказать, что это за дни были? Праздник это был такой, или что это? Пасха и исход, она праздновала воспоминания исхода евреев из Египта. Да. А когда они собирались, то у них были квашни, которые они не успели списнуть. Пресный хлеб взяли с собой. И воспоминания того, что они выходили из Египта, и ели пресный хлеб, они стрябывали все время опресный. То есть не это, ликешки, не на пресном хлебе. Ну, на пресном тесте, не плосной. Поэтому и опресноки, это дни и Пасхи, поставленные запаски, все дни, это дни опресночные. Когда запрещено было есть квашной хлеб. Ну, почему запрещено? Обычно в празднике, наоборот, у нас все разрешается. Разрешение на все, а там запрещение такое было. Чем это связано? Ну, связано с тем, что это воспоминание исхода. То есть исход – это Песах, Пасха. Вот они, евреи, вспоминали таким образом, как ели в то время пресный хлеб, так и в это время они ели. Воспоминание того события, выхода из Египта, из рабства. То есть они в рабстве ели пресный хлеб, да? Они не в рабстве ели, а по выходе из рабства. По выходе из рабства? Да. То есть тесто не успело скиснуть, убегали быстро. По причине не успевания скисания теста хлеб получился пресный, да? То есть им надо было быстро убегать? Ну да, там все было, это было быстро. Тот же их выгнал хараон, и они это, собрались и ушли. Тогда им что там делать было? Угу. Горькие травы. Горькие травы употреблялись, чтобы это, воспоминание, воспоминание того, что, как горько им было в рабстве ели. Агнец, это, заколали Агнеца, помазывали косяки, чтобы ангел прошел мимо жилища. Агнец преобразовал Христа и Сына Божия. То есть это преобразы будущей Пасхи, то есть Христа. А сегодняшняя Пасха, что это за исход? Исход сегодняшний, это то, что мы вышли из рабства греха. Господь примирил с Богом и освободил от рабской страны греха. Исход. То есть мы должны выйти из этого рабства. То есть дьявол уже не имеет над нами такой власти. Он уже не имеет не то, что власти, он уже осужден за преступление, потому что он подверг смерти праведника, безгрешного человека. А имела власть только над грешниками. Ну вот многие сектанты говорят, да вы посмотрите, что в мире творится. Да какое царство Божие сейчас? Сейчас сатана правит на земле, его Господь скинул на землю. Сейчас царство сатаны. Вы видите, что творится. Где же Бог-то там? Убийство и прелюбодеяние и насилие. Насилие и все, и разврат. Как вот им ответить на это? Ну это Игнат Тихонович спросил, он подошел. 1 Иоанна 5.18. Просчитайте. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Ну и какой он власть имеет? Ну я, кстати, недавно этот стих тоже в сестре читал. А если прикасается? Ну хорошо. Тогда читай римлянам 16.20. Как ему, не жарко покажется около нас сатане? Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Сокрушит. Это обещание, данное в раю, будет поражать в голову. С сатаной не бороться надо, а побеждать. А побеждать чего? Впереди мы знаем. Вот знаем мы или нет. Православные этого не знают, что всякий рожденный от Бога. Какое рождение-то? Когда ни подготовки нет к этому, ничего нету, ни обращения. Может быть редко-редко кто-нибудь. Вот. От Бога не грешит. А не грешит, скажи, это ересь. Они молчат только. По православному Иоанну, еретик. Иван Гристиан, это еретик самый настоящий получается. Как это не грешит? Когда грешный, грешный, супер грешный. Сорок раз, Господи, попелы. Архи грешный. И Павел говорит, я, говорит, наименьше не достоин называться. Вот их прикоснись к православному-то. Их и прикасаться не надо. Всякий делающий есть грех, кто? Раб греха. Все. Разве не считали? Молчите? Открой. Просчитай. Раб греха. Раб греха. Пишите. Римлянам 6.6. Считай. 6.16. Римлянам 6.6. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ну и как? Как к православному тому, что относитесь? Не знаете ли, я не скажу, понятия не имеем, что ветхий человек распят. Крестами обвешивались. На кладбище, на храмах, на шее, на книгах. Везде у нас кресты, а креста не знают. Ну и прочитай Иоанна, Евангелесиан 8.34. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Ну а господи, смерть и греха-то сатана, ты его понимаешь. А это не имеет значения, там патриарх, это папа, всякий. Слово всякий означает и я. Делающий грех, есть раб греха. А раб это что? Он делает, что повелит господин. А кто господин над грехом-то? Сатана. Вот. Ну и римлянам еще прочитать можно 6.16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти? Или послушания к праведности? Ну, к смерти что означает? Кто господин смерти? Сатана. К евреям можно прочитать 2.14. Это надо наизусть запомнить. Прочти. А как дети причастны плоти и крови, то и он также востренил он ее, дабы смерти лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ну, кто державу смерти имеет? Кто господин ее? Кто царь? Кто владыка смерти? Держава. Держава. То есть он правитель, он президент. Что в непонятном-то? Ну, тогда они дальше другой, следующий вопрос. Ну, что вы, не грешите, что ли, они говорят? Нет, нет, никак. Римлянам 6.18 тогда прочитай. Ответ надо искать у Бога. Римлянам 6.18. Ну, 6.17. А освободитесь от греха, мы стали рабами праведности. 17 стих прочитай тогда. 17. Ну, они говорят, ну вы же на исповедь ходите. Ну, значит грешите, грешите. Ну, какие же вы? 17 стих. 17. Сережа, убери ее туда, привяжи где-нибудь. Это не годится. Благодарим. Чего ты ее? Все равно не обращается. Безбожий. Кричит, мешает. Явно, что неверующая. У нас одна сестра видела. Давай спрашивать. Наклонилась. Очень верующая. Она из Бописов пришла. Тамара Угнова. Ну, она наклонилась, а рыбки плавают. Она спрашивает, рыбки, рыбки, а вы верите во Христа? А они ей отвечают, да, мы верим. А ласточки? Ласточки, говорит, все верующие. А воробьи? Воробьи, говорит, так, бывает очень неверующие совсем, а так маленько приближенные. А собаки? А собаки почти все не верующие. Слышишь, орет. Явно дело, что... Ну, вот теперь смотри. Римлянам 6.20 еще. В прошедшем времени. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Пока служили дьяволу, были свободны от Христа. Вот как можно перевести. Раб Христов, он не раб греха и не раб сатаны. Теперь кому мы стали рабами-то? 22 стих прочитай. Ну, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ну, почему не написано, что когда стали рабами Богу, стали рабами греха? У православных-то все время греши, супергреши. Слово-то Божие так не учат. А почему вы не говорите, вот как избавиться? Я говорю, в тот день, когда избрал Господь, совершается рождение свыше. И рожденный свыше не грешит. То есть умышленного нигде не грешит. Бог его влечет, и искушение, он побеждает силы Господней в Духе Святом. Вот вам ответ. Если этого недостаточно, не надо ничего больше говорить. Двигайся вперед. Отошел. Деяние 12 глава 6-10. Когда же Ирод хотел вывести его? В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. А ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. А они вышли и прошли в одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Полкование. Не был ни в смущении, ни в страхе. Но в ту самую ночь, когда его намеревались вывести из темницы, спал, предоставив все на волю Господу. Обрати внимание и на то, как тщательно стража. Спали с ним и стражи. Но для чего воссиял свет? Чтобы Петр мог и видеть, и слышать ангела, и чтобы не подумал, что это воображение. Сказано, вскоре, чтобы он не замедлил. Даже и толкнул его ангел, так крепко он спал. Что же касается выражения, толкнув в ребра, так оно указывает не на смущение ангела, а на побуждение не затягивать времени. У него были одежда и обувь, хотя в то время следовало ходить без обуви, потому что особенная нужда в ней бывает зимою. 2 Тимофею 4 глава 12 и 21 стих. Постарайся прийти до зимы. Никто не может сказать, чтобы Павел не имел другой одежды, которую он носил. Они не противились по велению Христову. Да не будет. Напротив, они даже очень следовали по велению, потому что по велению это было дано на время, а не навсегда. Лука 22, 35 и 36 стихи. И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? А они отвечали, ни в чем. Когда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Продолжается дальше толкование. Итак, Христос дал в то время такое повеление, желая показать свое могущество, потому что, скажи мне, какая важность была в том, чтобы иметь одну одежду? Когда нужно было ее иметь, то уже ли следовало ходить на гимн или сидеть дома? А когда наступал сильный холод и стужа стягивало тело, то неужели следовало отогреваться и не проповедовать? Ведь тела у них были не адамантовые. Это очень естественно при изумительной необычайности того, что случилось. Потому что необычайность знамений поражает зрителя. Петр думал, что видит видение, а сам опоясывался и обувался. Что же другое мог он чувствовать, как неизумление? Вот такое вот толкование. Ну что по этому отрывочку можете сказать, дополнить? У кого какие мысли? А у меня вопрос. Пожалуйста, Михаил. А если бы церковь не молилась, ангел бы освободил Петра? Или бы не освободил? Или это одно и то же? Духом Святым они молились? То есть одно действие Духа Святого, что они молились и что Господь освободил ангел через ангела? Да? Странный вопрос. А если бы не молился, освободил? Наскуда же мы знаем, освободил? Все в руках Божьих. Но, когда человек молится и получает ответ на молитву, его вера укрепляется. Это по моей молитве. Петра освободили. Я молился и Петра освободили. У него вера от этого укрепляется. Ну а не молился и не молился. Понятно. А потому что Бог ихнюю молитву услышал, да конечно Бог говорит, воззови ко мне и я услышу тебя. А если бы не молились? Такие вопросы вот, а если б? Можно на каждый раз задавать. Нет, брат, я тут уточняю, что это действие Духа Святого. То есть и молитва Церкви, действие Духа Святого. И пришествие Ангела, который освободил Петра, это тоже действие Духа Святого. Так? Ну а почему не так-то? Какое у тебя в этом сомнение? Сомнений нет никакого. Сомнений, да. Не сатана же его освободил. Понятно. Ну а если на сегодняшний день мы молимся, о ком-нибудь, а не исполняется, ну это уже, наверное, лишний вопрос задавляет. Да почему, а не исполняется? Ну, Бог дал, может быть, терпение наше испытывает. Он и не обещал сразу тебе все подать на блюдечке с голубой каемочкой-то. Значит, позже будет, значит, терпение, потому что не на добро молишься, а на вред тебе. Богу-то лучше знать, что полезно для души нашей. Ну вот и все. Ну вот и все. Ну а мы же молимся, если Богу угодно. Ну, конечно, это дело Богу угодно, спору нет. Но тут еще как. Некоторые считают, что вы нам нужны здесь, а туда-то вы всегда успеете, для того, чтобы, ну как вот, у меня даже стихотворение такое было, Игнатий Тихоновичу писал на День Ангела, что, ну для тех, кто еще не проснулся, прибудьте с нами, туда вы всегда успеете. Понятно, что хочется пострадать за Христа, и мученическая кончина, это прекрасно. Для христианина. Только приветствуется. Но Бога, мы не можем за Него решать. Если угодно Богу, погибнет человек, мученическая кровь, если угодно, чтобы дальше здесь человек проповедовал. И зато, слава Богу, ну как? Мы молимся, чтобы человек поехал, мы хотим этого, человек сам хочет поехать. Мы хотим, чтобы это зло таким образом остановить. Но есть еще такое местописание. А если это бич божия, эти террористы? Понимаешь, они же, а с другой стороны, они как, они же христиан режут, как какое-то бич божие. Тоже я вот думал над этим вопросом. И тут неоднозначный ответ. Конечно, зло. Но и то, что сейчас вот в Европе творится вот это все разврат, это не меньшее может быть зло. И Господь, и в откровении сказано, что эти все люди погибнут. Как они погибнут? Как они погибнут? От террористов или от войны. Будут войны. Чего быть, того не миновать. Конечно, хочется продлить еще это тихое мирное время. И молимся. А там как? Как? Молились о поездке вот благовестнической. Все совершилось. Богу, Бог соблаговолил. Книги розданы. То есть мы дали знать о себе. В тех местах. В том числе и в Турции тоже были. Я не знаю, в Сирии не были, да, Игорь Михайлович? Были. Были в Сирии, да? И в Сирии были. Были, были, были. Вот. То есть, ну... Вот вы прочитайте, я тогда раз уж спросил. 2 Кориншнам 1.11. При содействии... Давай я. При содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ну, вывод какой? Павел просит, молится, его освобождают. Мы просим волю Божию. Их Бог делает совершенно невероятное. Вот мы ездили... Самая большая поездка была, когда мы прошли Испанию, Португалию. Вернулись мы во Францию. И там имели доступ в доме Иоанны. К интернету. Зашли. На меня скинули письмо. И небольшой ролик. В Великобритании баптисты стоят и молятся о нашем путешествии, о благовестической миссии, чтобы все было хорошо с ребятишками. И самое удивительное, баптисты, которых мы не видали, стоят о нас, молятся и крестятся. Я такого не ждал и не видал. За нас молились все. И мусульмане, которые знали, молились об успешном окончании поездки. Самой трудной, когда мы в Швеции имели поломку в самом моторе. И вот теперь дальше прочитай. Второе. Первое. Фессоникистам 5.25. Давай. Хорошо. Братья, молитесь о нас. Вот так. Так ему чего не хватало? Нам рассуждать не надо. Это единственный канал, через который мы достучались до Бога, то есть молитвы. И мы получаем милость к следующему благодеянию. Вот прочитать еще можно такое. Второе. Коринфян 9.14. Моляю за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Вот за это молиться, то есть это уже вторая ступень молитвы. Благодарение. Второе. Фессоникистам 3.1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось. Дальше. Как и у вас. Как и у вас. Вот об этом и молиться надо. Будет поездка, не будет, но главное это упор в общем, чтобы слово Божие распространялось. Мысли наши такие. Вот спрашивают, а как вы думаете, Путин ответит? Нет. Не знаю. Ну а патриарх благословит? Не знаю. Но они понимают, что идти это на смерть. Еще. Колоссинам 4.3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Уже в узах сидит и молитесь, чтобы слово Божие распространялось. И в Петянам 6.18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть не просто молиться, а моление. То есть речь идет уже о литургии может быть, о продолжительном молении. Да как Бог без этого может освободить? Может. Но вот такой путь показан, что мы единое тело, друг о друге заботимся, делаемся более сострадательными, не черствыми, как сердце, как ржавая железка. Можно прочитать в Петянам 6.19. Дальше. Молитесь и... И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыты с дерзновением возвещать тайну благовестования. Вот об этом молитесь. Я представляю себе, я уже себя вижу, что я у них нахожусь там, в пленении. И как придется когда говорить? Удастся ли? Это Бог знает. Сердца их, чтобы были размещены. Я уже об этом сейчас молюсь. Они будут ничего, я ничего не потерял. Вот. Теперь прочитайте Евреям 13.18. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Вот и все. Были люди, которые хулили Бога, пришли народ Божий завоевывать. Вот как этот ИГИЛ. Это Исайя 37 глава 4 стих. И что из этого получилось? Это аналог прошлого, слепок на нынешнее. Исайя 37 глава 4 стих. Может быть услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь сирийский, господин его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. И вознеси же молитву. Услышит Бог, здесь не только хулят, а уже вошли в град святых. Убивают христиан, режут. Показан, как католический священник на коленях стоит и режет голову. Подряд все. То есть Коран им это уже не позволяет. Они перешагнули за Коран. И поэтому мусульмане их считают демонами, шайтанами. А вот можно еще прочитать, чтобы убедиться, что Бог призывает нас к молитве. Иакова 5.16.18. 16.18. Да, 16.18 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам. И молитву и помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Вот мы помолимся. И может быть не будут там падать больше ракеты. Не будет бомбежка. Это дождь с неба ядовитый. А они остановятся и одумаются. А может ли быть такое? Не могу знать. А мы можем так. Думать об этом. Помолиться. Апостол Павел говорит к Филимону 1.22. Ну-ка. Филимону 1.22. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Так не просто я вышел, а Павел знал по молитвам вашим. А где Бог? А вот который дарует по молитвам. По молитвам буду дарован. Вот это дар Божий. Бог установил такой порядок, чтобы верующие Него дети прибегали с молитвой. Лицемер тайно не молится. Лицемер. Вот так. Но если мы это узнали, что молитвам отвечает Бог, то надо молиться, значит, подвязаться за проповедь, за благовестие. Потому что только я начал говорить об этом, уже пошли отзывы. А, вам лишь бы посчиславиться. Показать себя. Понимаешь, нет того дела, которое не хулилось бы. Ну, поезжай ты. Нету. Человек сидит, ничего не делает. Единственное, для чего язык есть, для поношения. Это тоже награда. Молиться об этих языках. Потому что злые языки страшнее пистолета, как Грибоедов писал. Отошел. Спасибо, Христос. Вячеслав. Спасибо, Христос. Сережа, Вячеслав руку поднял. Говори, Вячеслав. А вот еще Деяние, если 16 глава. Помните, где апостолы ходили проповедовать и дух их не допускал? То Васию не допустил, то Вифанию не допустил. А потом Павлу было в видении, что некий муж предстал Македонянам, прося его и говоря, прийди в Македонию и помоги нам. Я вот думаю, Игнатий Тихонович, а может это и к Вам тоже может как-то отнестись? Потому что Вы все хотите вот туда в Сирию, а здесь и свои ближайшие, так сказать, погибают. Вот может Вас в Москву пригласят, какие Вам это заявки сейчас присылают? Это обдумали об этом, об этом пишут мне. Из тех, которые пишут, примерно, ну, сейчас поменьше, ну, 80% именно этими словами говорят. Тут нужнее, важнее и проще. Я обратить хотел внимание, что апостол Петр имел пояс. Говорит, обувь, у нас обувь есть. И наполовину бросили. Ну, говорят, опояшься. Вот сегодня сидит там баптист какой-то православный. Как ему ангел скажет, опояшься-то? Нет опоясания. Пояс все время напоминает, что ты в истине стоишь. Припояшься с истиной. Это не истина. Но с кем спорить-то? Он был в поясе, паял. Значит, еще бы... Даже торопиться надо. Ничего, сначала опояшься. Так, у кого нет пояса, наденьте. Отошел. Можно? Давай. А почему, вот я тоже посмотрел, а почему ангел говорит вот ему, опояшься и обуйся? И Петр это сделал. А потом говорит, надень одежду твою и иди за мною. Он что, опоясался под одеждой или как? Выходит так. А? Выходит так. Так. Ну, потому что я пояс ношу всегда, ну, у меня под одеждой он. Чаще всего. Игнатий Тихонович, а женщинам тоже надо подпоясываться? Про женщин нигде не сказано. Но если у тебя будет пояс, разве это плохо? Не сказано, это назначает, что запрещено. Наденьте пояс. Как он будет выглядеть красиво. Женщины, они вообще не подпоясанные. Надо самим догадаться. Павел говорит, жены ваши в церквах домолчат. Вопросов никаких нету. Почему? Потому что узда наложены. Все. Значит, можно носить пояс под одеждой? Или это вот русская все-таки традиция? Говорит нам о том, что нужно опоясывать рубаху там и все остальное? Сверху зипуна надевался кушак. Пояс на рубахе никогда не снимался. Ни в пане, нигде. А этот сверху снимался. Мы не знаем, какая была там одежда. Он подпоясывался. Взял одежду. Может быть, это на порядок не влияло. Тоже догадываться нечто. Главное, что была обувь, был пояс, была одежда. Так, ну что, продолжаем. Да. Деяние 12 глава. С 11 по 18 стихи. Михаил, читай. Тогда Петр, придя в себя, сказал. «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ неудействий. Я, смотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался в ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, побежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте о семье Якова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром». Толкование. Теперь, говорит, узнал, а не тогда. Ангелу угодно было, чтобы сердце Петрова наполнилось радостью вдруг, и чтобы он понял то, что случилось уже по освобождению. По размышлению он увидел, что следует не прямо продолжать путь, а возблагодарив благодетеля с большой буквы. А Иоанн, быть может, был не тот, который был постоянно с апостолами. Поэтому-то писатель и присовокупил его отличиям, так как сказал, нарицаемого Марка. «Быть может, это евангелист Марк, через которого, говорят, передал свое Евангелие Петр, так как об Евангелии от Марка говорится, что оно Петрова Евангелие. Это предположение оправдывается тем, что Петр и прочие апостолы проводили у него довольно времени. Обрати внимание на благоговение от раковицы. От радости, говорится, не открыло. Но это вышло прекрасно, иначе прочие изумленные его неожиданным явлениям, пожалуй, не поверили бы, что это Он, так как при этом и при этом не хотели верить. Это верно, потому что у каждого есть ангел. Со всяким верующим в Господа постоянно пребывает ангел, если только мы не отгоняем его злыми делами. Потому что как дым заставляет удаляться пчел, и как зловоние отгоняет голубей, так и смрадный и причиняющий много слез грех, отдаляет от нас ангела. А они ожидали, что ангел, соображаясь своим положением. Матфея 18.20 Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А где Христос, там необходимо быть и архангелами, и прочим силам. Как он не тщеславен, не сказал, сделайте известным это всюду, но братьям. Это потому, что он не хотел испытывать Бога и вводить в себя самого в искушение. Ангел же не говорил ему об этом, но тем, что оставил его молча и ночью, извел его из темницы, дал ему позволение удалиться, так как апостолы сделали уже то, что было им повелено. Но идите, говорится, в храм проповедуйте народу. Все, толкование закончилось. Кого? Мысли и какие вслух говорите? С миром, братья. С миром. С миром. У меня какие мысли? Меня просто удивили. Интересно, что они сами даже не поверьте. Молились, и вдруг он явился. Как быстро молитва исполнена была Богом. Да. Без выходного положения, по всей видимости думали, они находятся в безвыходном положении, да? Уже... Да, вот часто мы молимся, а когда случается и не сразу верим. Так ты же об этом молился такой. Да как? Я ж... Чё, что не верил, что вот... Если они молились о Петре... Ну, о чём они молились? О его освобождении. И тут случится Пётр, а они... Как будто и забыли уже, что они об этом молились. Или они молились... Так... Ну так... Молились, чтобы лишь бы помолиться, и не верили в то, что Господь силен его освободить. Или они... Не верили, что так быстро произойдёт ответ на ихнюю молитву. Почему они не поверили-то, что Пётр... Наверное, по своему человеческому мышлению, может думали, каким-то другим образом освободить. А не таким чудом. Может быть, да. Часто нам Господь показывает ответы на молитву, и... Получаем не тогда, когда ждём. Да. Да. Вот дело, да, во времени. То есть, ты говоришь, почему Господь не отвечает? Значит, не время. А мы, допустим, молились и думаем, ой, это не скоро ещё произойдёт. А ну, вот тут сразу... Произошло ответ на молитву. Тоже они... Сергей? Да? Да. А у меня вопрос. А откуда вы взяли, что именно они молились об его освобождении? Сказано, что церковь молилась, но там же не говорится, что она молилась именно об его освобождении. О нём? О нём написано. О нём? О не освобождении же. Мы же не знаем, о чём они именно молились. Ну, по смыслу? Ну, по смыслу. Это предложение. Итак, Петра стерегли в темнице. Запятая. Между тем, между тем, что он был в темнице. Церковь прилежно молилась о нём Богу. Ну, сейчас вот, допустим, посадят кого-то из нас. Ну, это слава тебе, Господи, посадили. Надо подумать, чтобы он там посидел. Ну, может быть, они и так, конечно, молились. Ну, я думаю, всё-таки им хотелось, чтобы Петра, чтобы он с ними был. Вот Игнаин Тихонович, когда вас посадили, люди как бы молились, чтобы вы освободились? Или они радовались, что... Вы-то знают, что вы радовались, что вас посадили, что у вас возможность такая. А вот люди, потом они говорили, как у них была молитва, о чём? Надежда Васильевна рассказывает, когда меня посадили, приговор засчитали. А люди прилетали из других республик на суд. Баптисты. Когда посадили... Было же до этого неудобно, где нащебать надо было. Суд откладывали, они вылетали, прилетали. А когда посадили, они пришли к нам домой на квартиру. И, говорит, все одинаково. Такое, говорит, радостное чувство не можем, говорит, выразить. Понимаешь как? Раньше у русских людей было так. Хотя бы из родни, хотя бы один пошёл в монахи. И он нас у Бога вымолит. Вот откуда-то взяли такое. А у этих другое. Из нашей среды хотя бы один. А я был один от Москвы до Дальнего Востока. Вообще в православии никого больше не было. И он там. Об освобождении-то, я думаю, они даже и не молились. Но мне смертельная опасность не угрожала. Пётр-то думал вывезти, Петра казнить. Тут надо это всё иметь. Ну и вера. Есть загадка такая. А вот где такое? Говорит, просили – верили, а получили – не поверили. Это про этот случай. Как про одну бабушку. Ей тут высокая гора рядом, там лес. И рано тень падает на огороды. Ей неудобно было. Она поговорила. А ей сказали – ты молись крепко-то. Бог силен горы сдвинуть-то. Помоли ты-то. Но она помолилась. И правда так. Долго молилась. Заснула. И проснулась утром. Постояла и думает – дай-ка я в шторку гляну. Куда гора делась-то? Подкрыла. Ну я и так и знала – никуда она не денется. Вот такая вера. Поехали, сошлись люди просить дождя на полях. Помолились. А бабушка подходит к батюшке. Он рассказывает. И говорит – батюшка, а дождя не будет. Почему? Так а вы молились, у вас веры-то нету. Другой случай. В Барнауле долго была засуха. Стали молиться. Ну вот помолиться-то надо подождать. Вечером народ нахлынул в Покровский собор. Один храм был в советское время. Дождя. Ну священник вышел, крестный ход. Ну надо хоть маленько-то было подождать. Нет, утром еще одну молитву дать. И видать были праведники тут молились. Когда второй раз-то помолились и пошел дождь. Видимо за первую молитву и за вторую. Такого дождя не помнят. Подмылось железнодорожное полотно. Затопило вокзал. Машины шли. Макушку-то, как говорит, видать. Нижний этаж в Барнауле весь был затоплен. И там, где эти... Такие кассы-то там, где хранят вещи автоматически-то. Вот как. Молись, да и знай, меру знай. Ну да. Православная молитва сильна. Мы просим, и Бог дает. А чего просишь-то? Не знаете, чего просите, Господь говорит? Не знаете. Поэтому просить должны всегда заканчивать. Да будет воля Твоя. Я прошу, Господи, дай добрых жителей в Потеряевку. И добавляю, чтоб закон любили, в пастушании были. А то Бог даст таких, сам из Потеряевки убежишь. Да. Вот так. Дальше. Дальше. Деяние 12 глава 19-20 стихи. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему и склонив на свою сторону власта постельника царского, прислали мира, потому что... Просили. Просили мира, потому что... Просите. Потому что область их питалась от области царской. Толкование. Для Бога возможно было вместе с Петром избавить и их. Но если бы ангел вывел и воинов вместе с Петром, то события сочли бы бегством. Ирод даже более печалило то, что он был осмеян, подобно тому, как и деда его, обманутого волхвами, также более терзало то, что его обманули. Немало значения в том, что писатель упомянул об этой истории, из которой видно, что точно же обнаружилось над ним и постигло его наказание. Немало значения в том, что писатель упомянул об этой истории, из которой видно, что точно же обнаружилось над ним, обрушилось над ним и постигло его наказание. Война, что ли, была, если он мира просил? О чем речь тут, Игорь Тихонович? О чем вопрос? О наказании, которое было над Иродом? Да. Ну, писал, толкование-то писал Феофилах, в 1100 году, 11 столетий прошло. Поэтому исторические данные уже дошли. Описывается, какая была смерть у Ирода первого, который младенцев убил. С такой подробностью, как будто бы медицинская карта перед ними. У него, среди прочих болезней, болел половой член. И шасились черви из этого. И зловоние стояло там, на полгорода, наверное. Значит, и данные какие-то были, может, от Иосифа Флавия, от Тацита. И вот, и Феофилах-то в 11 веке был, уже данных было достаточно в раскопках. И какая кара постигла его. Ну, а дальше там описывается, это нам не столь важно, действительно или нет. Но он был наказан императором и болезнями. Притом, болезни страшные, неизлечимые. Никакие врачи не могли помочь. За этот поступок. Ангел поразил его. Вот и все. А как, никто не знает. В дальнейшем-то мы считаем в деяниях апостолов, когда стали кричать, как Бог. Ну да. Голос Бога, а не человека-то. А он Бога не прославил, и Бог, и ангел, говорит, и поразил его. Вот он об этом, может, говорит, и то, что после было. Ангел поразил. Вот, может, это были болезни какие-то, или сразу инфаркт хватило, инсульт кемечка. Продолжим тогда. Деяние 12 глава, 21-24 стихи. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось толкованием. Иосиф говорит, что Ирод при наступлении следующего дня прибыл в театр, одетый в удивительную по тканью, всю сделанную из серебра одежду. Здесь серебро, засиявшее при первом падении на него солнечных лучей, удивительно блистало каким-то поражающим и ужасающим зрителям переливом лучей света. Ильстицы сейчас же стали называть его Богом, прибавляя, будь милостью. Если бы до сих пор мы боялись тебя как человека, то с этого времени признаем, что ты выше человеческой природы. Заметь, как они льстили, но обратили свой взор и на величие духа апостола. Кого так почитал целый народ, того они презирали. Однако ж, если льстицы и кричали так, то какое же отношение имеет это к Ироду? То, что он принял этот крик, что счел себя достойным такой лестием. Им же, главным образом, они и научены такой безрассудной лестии. Итак, и тот, и другие заслуживали наказания. Но, так как еще не время суда, то он оказывается только тот, кто особенно виноват. Если он, дозволивший себе выслушать лишь какое-то такое о себе мнение, глаз Божий, а не человеческий, потерпел такое посрамление, то гораздо более был бы наказан Христос, если бы не был самим Богом. Христос, постоянно говоривший, слова эти не мои, и ангелы служат мне. Деяния 12.25 А Варнава и Саввел по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. Деяния 13.1 В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Саввел. Толкование. Еще о Варнаве упоминают прежде, так как Павел еще не прославился, не совершил еще никакого знамения. Но следует заметить, что и Павел, и Варнава причтены были к лику апостолов. Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника. Вот что значит характер каждого, и воспитание не оказывает влияния. Посмотри, каким нечестивцем остался Ирод, а его совоспитанник Манаил так изменился, что удостоился даже дара пророчества. Я тут нечаянно два подряд прочитал стиха, не обратил внимания, что... Я думал, это продолжение толкования идет, деяния. Это новый уже переход. Так, ну что? Сейчас прошел. Полчаса, вопросы, ответы. Да, полчаса у нас на вопросы и на ответы. Пожалуйста, задавайте вопросы. Есть у кого-нибудь вопросы? Вопросы? Я хотел добавить, тут... Помнил про Водохоносора, когда он это возгордился, что говорит, это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и славой моего величия? Еще речь была о устав царя, как был глаз с неба, был с неба голос. Тебе, говорят царь Наводохоносор, царство отошло от тебя и отлучать тебя от людей и будет обитание твое с поливерными зверями, травой будут корбить тебя, как вола и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Это по аналогии с Иродом, то есть был такой случай, что тоже возомнило себе нечто, что он это своей силой, своим могуществом, получается, это все сделал. И за гордыню его, да, получается так, что за гордыню, да, Господь не испоровел его, что он стал питаться травою. За гордость, за превозношение? Ну, конечно, а за что еще? Да, аналогия, я думаю, да, здесь уместно аналогия вполне. Но здесь все принято. Еще у кого что? Вопросы есть? Вопросов нет? Молчание. Молчание. Игнать Тихонович, задавайте сами тогда себе вопросы и отвечайте. Нет, это невозможно. Если человек приходит к врачу, то врач не придумывает что-то, чтобы сам отвечать? Найдите у нас болезнь, говорит, да, и лечите, как вам это угодно. Я вот пока сидел сейчас, и мне вот пришло, тут пришло письмо, сообщение. Галина Влеська пишет. «У священников, которые встречались мне, была и любовь, и страх Божий. А нарушения присутствуют и в их личной жизни, и приходы строят без огонька, правда, что ходят к ним либо психиатрия, то есть такие люди, прихожане, либо неофиты, то есть совершенно не знают причины, либо безграмотные пожилые. На вопрос, а кто же их сделал такими-то, получаю всегда один ответ – их родители. То есть духовной грамотности нет равна нулю у священников. Был в знакомцах потомственный священник Александр Государкин. Бился, как мог, выдавили в город Тайга. Лицемерие получается. Слава Богу, что нам Батюк, Батюк, это же Батюшка, благоволил на изучение Библии. Поняла вас хорошо, и вопрос снят. Я писал об этом, кто виноват. Буду тормошить нашего постоянно. И ответы интересны. У всех священников одинаковые. Как договорились. Ну и как. Вот говорят, я оправдываюсь, оправдываюсь я. А я на это отвечаю. Ну какое отношение это имеет? Может быть, вот батюшки не говорят ничего. Может, имеют отношение из-за гонений. Я отвечаю, нет даже малюсенького отношения к гонениям. Везде причина корысть и трусость. То есть неверие Богу и Святой Библии. Нет страха Божьей, нет веры в чаю воскресенье мертвых. Венец премудрости, страх Господень. Серахов 2, 18. 1, 18. Произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Ио в 28, 28. И сказал человеку, вот страх Господень. Есть истинная премудрость и удаление от зла. Разум. Страх Господень это истинная премудрость. Солом 110, 10 стих. Начало мудрости и страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Не от института, а от исполнения заповедей. Хвала Ему пребудет вовек. Притча 1, 7. Начало мудрости и страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Но почему они не делают? Я задаю вопрос, а что мешает торговлю убрать навсегда? Что много надо университетов кончать, академию? Пусть ответят. Когда канонам это запрещено, Христос дважды выгнал. Христос вообще никого не бил, кроме торгашей. Дальше. Что мешает установить десятину с доходов? Доходы с десятину не платят. Малахия говорит, проклятием вы прокляты. Что мешает не ставить в священники раньше 30 лет? Ибо и Христос вышел 30-летний. Что мешает совершать истинное крещение с полным погружением? Предварительно научив. Да и прочее таинство. Что мешает совершать правильно по их же требнику? Вот человек надумал венчаться. А венчаться в церкви сегодня не дают. А вот так вот над головой сзади двое идут и держат вот так вот. Венок на голову-то не надевается. Венчания-то никакого нет. Ну, допустим, человеку дали воды попить. Ну, вот далее вот так рядом помахали, как Хаджан Астредин говорит. Ну и что? Пошли к Адею. Адин стоял. Лепешка-то сухая. А он подошел, где шашлык готовит. И ест и причмекивает. Ой, какой вкусный стал кусок хлеба. Я ем как с шашлыком. А этому показалось много. Он его схватил и повел к судье. А судья говорит, и долго он нюхал. Да, наверное, минут 20. Это 20 минут он жевал бы. Сколько заплатить? Да вот столько. Он говорит, есть деньги? Он говорит, есть. Он к суде взял деньги в ладони. Так побил. Они затрепетали у него, застучали. Он говорит, слышал, как звенят? Вот звенят. Вот за дым тебе звоном рассчитался. И вернул назад. Священники-то сегодня не учат, только потому, что они неверующие. Страха Божия нет. А они неверующие, дельцы от религии. И следовать за ними, значит, с ними же свалиться в яму небрежения. Упадут все же оба, а не один. Учитель такой и такой же доверившийся им, лицемерам. Матфея 15, 14. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Вот так. И вот говорят, вот вы, ну, еще-то немножко хотел сказать. Вот оправдывайтесь. А почему? Я отвечаю. Когда бы меня трогали, что-то меня дадут, я бы вообще даже внимания не обратил. Почти я не вижу и не слышу хулы лично в свой адрес. По жизни. Но дело, касающееся уже не тела, а того, что освещает путь другим, тут оправдание не человека, а его пути. И тех, кто следует этим путем. Это я и пишу. Это же касается складов пищи. Если завистики, враги, клевещут на путь, которым я иду и другим показываю, и на пищу, которой кормлю, то для спасения их требуется дать анализ и лабораторные данные. Это деловая репутация. Но когда у тебя книги и ресурсы, то умолчать, значит, оставить без оправдания тех, кого с собой ведешь на галлиотину. Псалом 24.3. Да не постыдятся и все, надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Тут не оправдание, а самая настоящая смертельная схватка. И таких сражений мне приходится выдержать не одно. Ибо лживых обвинений с каждым днем все больше на меня. На новые материалы мои, выходящие от кормящего. И глубже. И во всем им нужно дать анализ и качество. Обвинения в свой адрес апостол Павел тщательно разбирает во всех посланиях. Деяние 26.2. Сария Гриппа. Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Деяние 22.1. Мужи, братья и отцы, подвышьтесь, и теперь мое оправдание перед вами. Вся книга Иова как раз об этом. Об самооправдании страдальца, на стороне которого сам Бог. А трое обвинителей потеряли все. Когда ставят поношение книги, труды, и на место истины воздвигают горы лжи и ядовитой зелья, которым они кормят доверившись им слепотствующих, то умолчать нельзя и невозможно. И о том говорить не раз. Этот пример покажу. Показал нам Спаситель, который оправдывал себя перед врагами света. Иоанн 8.45. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоанн 19.35. И видевшись засвидетельствовал, истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Точно такой же выход и вывод делали и Иоанн Златоус, оправдывался. Иероним Стридонский, и все учителя церковные. Я, говорит, получаю от них запросы в писанном виде. Как веруешь? Я отвечаю. И они не верят моему оправданию. Оправдание не себя, а того, из чего состоит биография и пища для других. Если защитник небесного говорит не тихо, не с придыханием, а с огненной лавой, то это не в обвинении ему будет на суде Божьем. 2 Коринфянам 11.29. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Псалом 96.10. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки несчастивых избавляет их. Притча 27.6. Искренне укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Укоряемые и обвиняемые учителя церкви и все подвижники защищали путь и средства, которые согласны со Святой Библией. Это не самооправдание грешника, увязшего в тени страстей. Пример. Генерала Павлова судят за отступление. Июнь 1941 год. И он осмелился сказать, что Сталин сам виноват, ибо не давал разрешения вывести границы готовые силы. Его расстреляли. Но сказанное им в оправдании себя, то есть положение в войсках, оно показывает истинных виновников небывалого поражения и пленения миллионов. Меня обклеивают ежелками псевдоправославный, лжепроповедник, еретичество и прочих аксессуаров пародеров от патриархии. То мне нужно по всем обвинениям, которые увеличиваются, скажем, днем, скажем, и от цензорских отделов епархии, от лав и лающих гиен и шакалов. Молчанием предается Бог. И потому на каждый удар в истину отвечаю серией и каскадом свидетельств из Святой Библии, из канонов, из творения святых отцов и жития святых. Не бедно сие и к месту. Это я сегодня ей ответил, этой душе. Вот такие ответы идут. Вопрос такой вот, души, которые говорят, что вот вы часто ругаете священников, ругаете священников, и из-за этого уходят из общины. Ну как ругают? Пусть покажут, как ругают. Конкретно. Я признаю, что неправильно делал. Как можно ругать? Ну как я ругаю их? Ну что, вот они не учат. Это же ругательство? Они не учат. Так они и не учат. Сейчас в интернете, интересно, выставил. И летит самолет. 200 пассажиров с лишним-то. И в это время в кабину к пилотам заходит женщина, начинает делать стриптиз. Раздевается совершенно голая грудь. А этот летун-то, ну пилот-то, ее щупает за грудью. И кто-то снял, и мало того, выставили в интернет. Сейчас разбираются, какой это самолет был, каким рейсом шел. Потому что за автопилотом он должен постоянно следить. Это выставлено. Ну заряди где-нибудь, стриптиз в салоне корабля. Вот так. Ну это вы к чему это сказали? Вот к чему я рассказал. Вот мы теперь готовы это. Можем взять? Зачем я это сказал? Ну-ка. Ну-ка давай. Ну я ругаю. Да кого я ругаю? Ну вот это выставили, сейчас найдут их и будут калашматить. Ну виноват-то кто? Зачем он кабину открыл? Зачем они открыли в церковь дверь всем нечестивцам? Из посторонних никто не смел прикасаться? Входить в церковь-то? Никто, а сегодня из одних посторонних состоит, священники не учат. Вина-то их безмерная. Повторяю слова Иоанна Златоуста. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей твоей жизни, о пастырь. И как я ругаю-то? Я привожу места Писания, привожу из Иоанна Златоуста шесть слов его. У них даже намека нет на спасение. Привожу Серафима Саровского, когда он три дня ночи молился в цели направлено о русских священниках-архиереях. И получил ответ Бог, говорит, не пощажу и не помилую. И указал причину. Как я ругаю-то? Ну Серафим Саровский ругает. Павел ругает, говорит, восстанут лютые волки, нещадящие стадо. И будут говорить превратно, то есть извращая. Какой целью? Чтобы увлечь учеников за собою в храм, чтобы свечки покупали. Чтобы, ну, все, несли им лепту. Так он ругает Павла или нет? Или правду говорит? Люди приходят к Иоанну креститься. Ой, радостно надо как быть. Ой-ой-ой, крестить-то пришли. Да много у нас крещеных. Много. Он, говорит, порожден Хидниной. Змееныши приползли. В Новосибирской области за вот годы, который, кажется, 2000-го года крещен миллион был. Статистику дают. Это все приводит Степаненко Максим. Ну, он, говорит, если по, ну, сколько там, 170 храмов. Он знает, 171. Если по 300 человек в храм ходит, по 300. Ну, 300-то, говорит, в сельском храме нету. И он считает, что, ну, допустим, увеличим даже больше. Ну, 50 тысяч. 50 тысяч. Ну, а где те крещеные-то, которых нет? 900-то, 50 тысяч-то где? Если 50 ходят, то 50-то не ходят. Спрашиваю, батюшка сейчас собирает, говорит, деньги, деньги, храм строить. А сколько, я говорю, в субботу вечером приходят? Он говорит, два человека. Ну, новый строить надо. Создать видимость какой-то работы. Ну, еще. Вот смотри, интересно, он мне данные дал. Вот. Это, ну, данные такие, стоит босиком один священник, непростой священник, архимандрит Павел Груздев. Груздев. И он познакомился с Попаниным. Ну, это, щелюстенцев, когда экспедиция у них там тонула-то. Он увидел его и кричит, эй, поп, чего ты босиком-то ходишь-то? И начал сквернословить, материться. А отец Павел отвечает ему примерно такими же словами, матом. Полярник удивился, говорит, о, да ты матом умеешь ругаться. А архимандрит Павел отвечает, а ты как думал? Я в лагерях 11 лет провел. О, и давай, я умею, давай, кто кого перематерит-то? Так и познакомились. Архимандрит Павел Груздев. Москва. Отчий дом. Книга. 2012. Страница 134. Здорово. Круто. Архимандрит перематерил коммуниста. И это считается в похвалу. Вот видишь, как надо. Ну вот кто виноват? Ну все, учителя такие-то. А если он матерится, вот и виду не дай. Ты наоборот сделал замещание. Я сижу в камере матеряться. Я сделал замещание одному другому. Дальше я стою на молитве. Нас уже я не один. На молитве я уже не поворачиваюсь. В это время дают, еще дверь открыли и толкнули одного. Вот заходит, вот ты мать-перемать, да пошли они. А я молюсь. И который старший в камере подходит и говорит, мужик, ты помело свое, прикуси. У нас батюшка, и он молится. Да. Обычно он не заставишь. Да. И все, больше он ни разу не матерился. Все-таки климата создаем мы. Не место человека освещает, а человек место. Священники многое могли бы сделать, если бы не были трусливыми и коростолюбивыми. А лицемеры, лицемерят. Другие спрашивают, а сам-то примеры не показывают. Ну нам смотреть не надо на это, надо работать. Я ругаю. Ну где ругаю? Покажите. Это привык, чтобы люди говорили. Он ругает. Я говорю, назови, какое ругательство сказал матом, как архимандрит Груздев. Я за всю жизнь ни одного мата не сказал. Рот мой неоскверненный. Ну и что? Вот мы стоим около нашего храма, еще минут 10. Я стою, кто может знает, была у нас Зоя Деянова, ее дочка Настя. Она социологический факультет окончила. Ну я стою с ней разговариваю, она по теряпку приехала. Проходит Вера Федоровна, кандидат медицинских наук. Ой, Игнатий, да не ругай ты ее, не ругай. Она хорошая девочка. Я говорю, ну-ка вернись назад. Она подошла. Так, Настя, скажи, я тебя ругал? Нет. Я сама подошла к вам, говорит, задала вопрос по писанию. Я говорю, Вера Федоровна, а чего ты решила, что я ее ругаю? Ну, я так подумала. Ты не подумала, ты сказала, а слово воплощается. Кайся сейчас же здесь, грешница. Вот и все. А чего такие, а почему так? Они все как один. А ты делай свое дело, делай. И Бог покажет свет истинный. Надо из всего изничтоженного извлекать драгоценное. Вот они ругаются. А ты подойди, если возможно. Скажи. У меня в бараках этих жил. Сидят мужики под форточками матерятся. Матерятся все время. Разговаривают, курят. Я выхожу. Один меня увитал, другого локтем толкнул. Третьего. Ты видишь, вышел. Перестань. Все. Я прохожу мимо, ни одного матерка нету. В тюрьме, на свободе отношения людей такое же самое. Как ты отвечаешь? Как ты живешь? Какое участие в их жизни принимаешь? Все зависит от нас. Вот я иду по насыпи. А мужики выпивают около старая. Эй! А я иду с Надеждой Васильевной. Здорово, борода! Я ничего не отвечаю. Надежда Васильевна сразу. Свои-то бороды побрили, а теперь на чужую. Ой-ой-ой, ты что делаешь? Да у нее же бутылка пустая в руках. Да ты что делаешь? Я говорю. Добрый день, безбороды. Он борода. Все, улыбнулись мои мужики и все. А у старообрядцев у них нет капли юмора. Юмора нет. И вот сейчас будет ролик скоро стоять. Ну вот-вот он будет стоять. Его Степаненко ставит. Вот начинается с чего? То, что я подхожу под благословение митрополиту Сергию. Я стою. Фотография хорошая, чистая. Ну делали фотографы-то из РИА Новости. И пишет. Папа Потеряевский. 77-летний младостарец. Тоталитарный гуру. Еретик. Хулитель. Православие и монашество. Игнатий Тихонович Лапкин. Целует крест и руку. Митрополита Барнаульского-Алтайского. Сергия Иванникова. После литургии. В храме священномученика. Анфимия. Микопедийского в Потеряевке. У него юмора хватает. И он им отмечает. А теперь стоят люди. Они говорят. Игнатий всех зазомбировал. А тут такая хорошая фотография. И среди всех в нашем храме стоит сам Максим. Какую фотографию-то можно поставить-то? И он пишет. Под фотографией. И тут Андрусенко стоит. Виктор Андреевич. Галендухин. Ну. Крещение это. И наши ребятишки. На первом месте Тарасий наш. И он пишет. На богослужении в храме священномученика. Анфимия. Некомедийского в Потеряевке. Посмотрите на эти рожи. Сущие зомби. Раз они нас так обвиняют. Он это все дает. И он разбивает их в дребезги. Зомбирует тем, Лапкин, что он мужик. Мужик с большой буквы. Умный. Волевой. Аскетичный. В высшей степени работящий. Руки поставлены по циркулю и растут в правильном месте. Человек большого таланта. Хулиган. Воин. Он обладает всеми качествами настоящего мужчины. Как это не может привлекать-то к себе. А кто вы его критики? Тряпки, подкаблучники. Интересные женщины, потому что женоугодники. Честно признайте себе, что вы не интересны юношам. Вы не интересны мужчинам. Вы не воины. Ваше православие это бабье басенное. 1 Тимофея 4.7. Православие. И дальше. Одним словом пишет. Всех люблю, никого не осуждаю. В одно слово. Всех люблю, никого не осуждаю. Подкаблучники обвиняют. Община Лапкина тоталитарная секта. Вы глаза-то свои поднимите отзаду. Посмотрите, как папа Павкеряевский, тоталитарный гуру и глава тоталитарной секты, строит платину этим летом-то. Полмиллиона денег благотворителей этот тоталитарный гуру закопал в землю. В какой тоталитарной секте это было? Да чтобы гуру, ходящий как бомж и живущий в нищенском доме, закопал ради своих адептов сотни тысяч в землю? И кто в его тоталитарной секте работал на платине летом-то и осенью 2015 года? Сам тоталитарный гуру и три его блаженные сотоварищи. И ни одного жителя Патеряевки. Ни одного. Если это тоталитарная секта, то Лапкин, во-первых, собрал деньги с общины. Во-вторых, он всех заставил работать на него. Дальше мы с Михаилом Кальбаевым делаем шалаш. Он пишет. Тоталитарный гуру Игнатий Лапкин строит шалаш для детей православного трудового лагеря, где он уже 44 года зомбирует детей. Дальше. Вот. Володя мажет, там я стою. Ну где это? Это, видимо, на лагерном пруду. Подпись. Тоталитарный гуру Игнатий Лапкин с тремя зомбированными своими рабами. Владимиром и Никитой строят осенью спуск платины. Злобный и властный старик закопал в эту платину в 2015 году более полумиллиона рублей. И благотворителей. Почему до сих пор не скупил квартиру в Израиле, как некоторые наши прополиты? Где при этом его рабы, живущие в Потеряевке? Почему он не согнал на работу всю деревню? Вы посмотрите в собрание в его общине. Где, в какой епархии, в каком приходе нашего типа, не тоталитарной православной церкви-то, могли бы спорить так с настоятелем или епископом? Вы посмотрите, как ему самому перещат люди, как не соглашаются. Да разве это возможно в тоталитарной секте, где все зомбированы? В этой тоталитарной секте приходом управляет вполне реальный приходской совет, что просто немыслимо для большинства приходов оплота православия, русской православной церкви Московского патриархата. Более того, последнее нововведение у нас наделило епископа колоссальной властью над приходами. Более того, в городах многие крупные денежные храмы управляются архиереями. А приходской совет не более, чем фикция. Разве это не видят его обличители-лицемеры? Уж если не есть тоталитаризм в избытке, так это в старменной русской православной церкви патриархата. Вот недавно протодиакон Кураев опубликовал анкету для священников, которую разослал в Алматинской епархии. Когда оформлен гражданский брак? Свидетельство. Когда состоялось венчание? Кто и где венчан? Адрес проживания? Телефон, мобильная домашняя, электропочта. Какая литература прочитана с 1 января 2015 года по 1 декабря 2015 года? Перечислить. Какие светские газеты, журналы, книги считаете? Перечислить. Какие церковные издания выписываете? Какие церковные сайты просматриваете и сколько раз? Приложить фото молитвенного уголка в доме? Совершаете ли утренне-вечернее правило со своими детьми и супругой-то? Раньше Александр Дворкин приводил подобные анкеты тоталитарных сект. И пафосно восклицал. Смотрите, мол, как контролирует в сектах жизнь адептов-то. Прошло 10 лет, и русская православная церковь уже во многом перестает отличаться от тоталитарных сект. Ну и дальше заголовок. Лапкин хвалится, что считает себя избранным. А он все местописания показывает, где Господь говорит, что вы избранники. Дальше. Лапкин главный в секте, а адепты изучают его вирушение и его версию православия. А он пишет. Издание Блаженного Феофилакта Болгарского. Ну дальше-то он выдает еще большее. Книги мои, я с ними стою. Книги Игнатия Тиховича Лапкина. «Переднем плане в красном переплете. Издание Нового Завета с толкованием Феофилакта Болгарского». Издание оформлено сотнями грамюр Густава Даре, выполненными в свете. Так вот, я вам скажу. Главный гуру в тоталитарной секте Лапкина – это святитель Иоанн Златоуст и Блаженный Феофилакт Болгарский. Главное – гуру. Конечно, на собрании Игнатий Тихович Лапкин вставляет свое слово. Его действительно интересно слушать. 77 лет человеку огромный жизненный и проповедический опыт эрудиции. По сравнению с ним, большинство священников, семинаристов, троечников – это блеклые, невыразительные, скучные и ограниченные в проповеди люди. Это горькая правда. Лапкин говорит «мерзость запустения в православных храмах». Очень больно слушать русским христианам и их пастырам, которые почитают современный Содом нашу Россию, Святой Русью. Такие вот слова. Мы видим мерзость, эту запустение во всех храмах Московской Патриархии. Там кроме смерти ничего нет. Там вечный ад горит. Это в преисподнюю столкнуть людей. Они не исполняют ни заповеди, они не знают этого. Они чуждые церкви. И вот так дальше. Это Максим Степаненко, а он много 15 лет был председателем миссионерского отдела Томской епархии. И тут представляют, как священники разговаривают между собой из интернета. Вырвал священник, один ему говорит. Да, да, он нужен. И дальше начинает говорить. А как он там? Ходит в сауну? Нет. А какого размера он у него? Какой в диаметре? А священник-то Артем начинает. Вот, а да, я бы ради него ничего не пожалел и так далее. И говорит о Чаплине. В алтаре стоим, а Чаплин говорит. Да как мне надоело, это ее православие. Ну и что? Где кто гуру-то? Вот так. Это все обвинения мои, которые на меня выставляют. Хурит святое монашество. Это одно из постоянно повторяемых обвинений против Игнатия Тихоновича Лапкина. Это то, что он хурит святое монашество, как, например, уже было выше приведено. Монашество, мои слова, в том виде, в котором оно есть, принесло зло. Больше, чем коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане вместе взятые во много раз. Уточняю. Святых монахов. Или он хурит шаблон мышления некоторых, что монашество все святое. Про меня дальше сразу пишет. Человек полвека не ест мяса. Строго соблюдает уставу постов. Семь раз в день молится. С сотнями поклонов. С женой с самого начала договорились жить целомудренно. Спит не более пяти часов в сутки. Одежда на нем самая поношенная. То есть человек уже долгие годы живет, как монах в миру. Человек, живущий монашеской жизнью, имеет полное моральное право критиковать монахов прошлого и нынешнего времени. Это не будет лицемерием. Видишь как? Какого Господь дал защитника-то? А он вначале говорит, когда, говорит, меня начали гнать, первый, кто выступил на мою защиту, Лапкин, я, говорит, его знать не знал. Первый раз о нем услышал. Но то, что он обо мне сказал, я, говорит, сам о себе даже такого сказать не могу. И вот откуда началась дружба? Да. Мне вчера звонил мужчина, который смотрит наши ролики. И просил вам передать, чтобы, может быть, вы не ставили все. Ну, например, то, что может людей как-то соблазить. Например, вот когда вы голубей резали, говорит, ну зачем это выставлять? Ну... Кто это говорит? Человек, который смотрит ролики. Ну и пускай они смотрят, его никто не делает. Я ему так и сказал, ну, говорит, ну, не нравится, не смотрите. Ну, я, говорит, хочу как лучше. Ну, люди же, говорят, они же по-моему, там все это будут говорить, что это вот... Он на один ролик, Сережа, он на один ролик послал. Один. А просмотров? Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч. Ну, его голос-то никакого процента не имеет. Все едят куриц, но только не видит, как смерть наступает. Это люди боятся смерти. Я специально это делал. Я ему так и сказал, говорю, вы мясо едите, ем. Я говорю, Библию читайте. Нет, я говорю, а судить судите? Говорю, ну, выставил человек, выставил, не нравится, но не смотрит. Хорошо. Дальше, теперь дальше, что я должен делать? Голуби плодятся больше, больше как... Раза в три у меня больше. Корм у меня рассчитан на пятнадцать, их сорок пять. Куда девать? Он говорит, выставлять-то это зачем? Да я же не спросил его, он для меня кто? Ну, никто. Никто. Он доброжелатель, доброжелатель. Голуби, голуби мои. Я ему так и сказал, говорю, человек... Я прошел по деревне, кому надо голубей, никому не надо. А какой выход? У меня выхода никакого нет. А голуби-то тоже, что курицы, и ты сам знаешь, они шли у нас на стол. Самая деликатесная диетическая пища. Как смотрят внимательно за мной, мне никак нельзя грешить. Я говорю, у меня же нет никакого образования духовного. Вот вы уже говорите, это вы этим себя и возвышаете как раз. У них образования не хватает. Так, задавайте свой вопрос. Там руку подняли. Задавайте. Ну, сейчас... Давайте. У меня не вопрос... Меня слышно? Да. У меня не вопрос. Вот про монастырь говорите. Вот у нас вот валяющая матушка лежала, ей вот ножки тридцать лет на дорожке не ходили, а ей все в мире, что творится, ей не открывалось. И вот в монастырях, говорят, так же люди живут, так же грешат, и по три подстилки имеют. И монахи в первый в ад пойдут. И вот у меня здесь вот много материала есть. Вот стихи я написала, стихами. Вот духовный стих. Это она писала, болящая матушка. Бушует житейство море. В греховных волнах утопает народ. Невидим мы грозное время откуда. Тогда подойдет. Настала пора предсказания великих и древних отцов. Неследские братья Писания, великих и грозных постов. Настанет пора предсказания. Господь отречется от нас. За нашу хулу, при грешении и гладе. Пошлет он на нас за то, что творца не познали, за то, что забыли Его, за то, что избранных изгнали за имя Святой Его. Поднимутся страшные ветры, которых никто не встречал. Отнимется все утешение. Из него столица печаль. И солнце светить будет жарко. Потом раскалится земля. И люди смотреть будут жалко. Так вянут и сохнут поля. Избранные чады Божьи увидят в последние дни. С во рту обратятся с рыданием. И будут молиться они. Молитесь, грешники, кайтесь. Подходит последний конец. Молитесь, на прошлую жизнь оглянитесь. Идет судитель нас, Творец. Болящая Матушка Мария, которая у нас лежала с 56-го. Так. Еще можно? Еще можно? У нас время уже к концу подходит. Недолго. Ну все, Сергей, призывай их к молитве. Давайте в другой раз. Спаси Христос. Молимся. Достойно есть. Достойно есть я, кого истину, Блажителька, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наша, честничую первым, И славничую без сравнения с терапим, Без истерия Богослова рушую, Сущую Богородицу Тя мечтаем. Игнать Тихоевич, помолитесь с нами, пожалуйста. Отец наш Небесный, Велика милость Твоя и долготерпение, Прости мои согрешения, тайные и явные, В уме и в помышлении, в одни и в ночи. Благодарю Тебя за эти занятия, За эту святую возможность беседовать с друзьями, Братьями и сестрами. Славлю Твое Святое Имя за великие милости, Заявленный суд над этой землею. Будь к нам, милости, Пусть слыша молитвы об этой поездке, Должна ли она быть? Пошли, добрые жители вселения наши, Расширь пределы общин, Дай еще священникам место для занятия, Если угодно, милости Твоей Святой. Посети всех плененных, Болящих, приговоренных к смерти И прими их в обители Твои вечные. За все Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. С Богом. Ты что, с Богом? С Богом. А Сергей? Да. А что Игоря-то нету? Ну, я звонил ему, он говорит, я... Заморел? Повез домой, потом Марину дам домой, Ну и, видать, машину он получил, слава Богу, Ну, видать, не успевает. Гололед. Ну, со здоровьем у него все нормально, так? Да, да, здорово. За Лену Кеняйкину помолитесь, Она из общины уходит. Все, отключай нас. Ну, понятно. Ладно, с Богом. С Богом. Ладно, с Богом.